У вас какое-то семейное такое безотходное производство, потому что сестра Лиана занимается всеми вашими артистами. А скажите, пожалуйста, кто самый беспроблемный артист? Вот с кем просто нет проблем? Или со всеми есть? Вы же знаете, ну как, понимаете, если с артистом нет проблем, то значит он не гастролирует и никому не нужен. В силу того, что география гастролей огромная. То есть сумасшедшие все? Сумасшедшие у них прежде всего продюсер, это факт. Поэтому иногда бывают проблемы из-за самого меня. Потому что меня, что-то там, знаете, оса укусила, как называется, под хвост. Но артисты, они не должны быть покладистыми, они не должны быть... Это же не клерки, понимаете, это не солдаты. и все такое прочее. У нас такой дисциплины, как в армии, нету и никогда не было. У нас художники все, понимаете, и они должны быть эмоциональными. И эмоции эти, они как бы неизбежны. Просто я выработал за эти годы какие-то инструменты, инструментарии для того, чтобы находить решение этим проблемам, которые, безусловно, возникает время от времени. Артист, то есть, прежде всего, он себя чувствует хорошо, когда он гастролирует, когда он востребован, когда он в хит-парадах, когда у него полные залы и все такое прочее. Тогда он может выдержать и вытерпеть все, что угодно. Но если, собственно говоря, вдруг начинается какое-то падение статуса... Он начинает нервничать. Он начинает нервничать по любому поводу, даже, казалось бы, не связанному, понимаете, совершенно ни с карьерой, ни со статусом. И я понимаю четко, что дело, безусловно, в том, что он чувствует себя в какой-то степени обделенным. Тем более, у меня артистов много, иногда бывает какая-то ревность, что я больше внимания уделяю какому-то другому проекту. Я тогда мгновенно бросаю все и перебегаю к другому станку и начинаю подтягивать.